СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. 16+. Продолжается программа «Дневной разворот» на часах 12.06. В студии по-прежнему Анна Лапшина. Добрый день, Светлана Занькова. И наш новый гость Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка Кировской области. В смысле старый, любимый и последовательно посещающий наши эфиры Владимир Валерьевич. Добрый день. Добрый день. Спасибо вам за комплимент. Старый друг, я бы сказала. В этом смысле. Хорошо, мы сейчас мостик перекинем от предыдущей темы все-таки, потому что не можем у Владимира Валерьевича не спросить о его отношении к инициативе Центра по противодействию экстремизму. Видели вы, наверное, и нет. Руководитель Центра несколько дней назад, буквально пару дней назад, на заседании, по-моему, Совета по правам человека заявил о том, что родителей и учителей тех подростков, которые выходят на несанкционированные протестные акции, надо как-то наказывать. Не просто так, а возможности внести поправки, изменения с тем, что это законодательство, чтобы привлечь к ответственности. А как по-другому-то? По-другому нельзя. Вот ваши отношения. Вы задали вопрос, конечно, такой сложный. Я внимательно не изучал эту инициативу, но считаю, что здесь нужно разделять два момента. Первое, что касается родителей, законных представителей, мы все с вами несем полную ответственность за своих детей до достижениями совершеннолетних. Норма уже есть. То есть, как бы, да. Второй вопрос, что касается учителей, здесь я, честно говоря, не очень понимаю вообще сути инициативы. То есть, что ты плохо воспитал своего ученика или не так преподнес школьную программу или... Ну, что это такое? То есть, если речь шла о том, что кто-то начинает проповедовать какие-то вещи, которые относятся к разряду экстремистских, то у нас есть за это соответствующее наказание и дополнительно что-то не нужно. Да, вот у нас периодически каких-то проповедников или людей, которые ведут какую-то пропаганду в том числе определенной направленности. Да, мы видим по кадрам, как литературу изымает соответствующую и так далее. Так называемых вербовщиков, которые там в горячей точке и так далее. Вы сейчас про директора библиотеки украинской литературы говорите, что ли? Про это? Нет, я про... Нет, я думаю, что Владимир Валерьевич про более жесткие случаи какие-то говорится. Нет, там ваххабиты и прочее. Ну, то есть, про это мы говорим. Просто я хотела, чтобы вы уточнили, о чем речь идет. Вот, ну, речь идет о соблюдении законодательства. То есть, дополнительный инструмент наказания учителей, педагогов, преподавателей, я считаю, что придумывать нельзя и, на мой взгляд, просто недопустим. Ну, ответил он, не ответил. Да. Да, вполне, вполне. Я вот просто подумала, что если учителей там надо будет привлекать, действительно, вы начали, Владимир Валерьевич, об этом говорить. То есть, что такое вот? Дети не послушались, например, проводились с ними беседы, дети не послушались и пошли на митинг. Это значит, что учителя тоже должны пойти за ними на митинг. И что там, за руки их выхватывать? Света, мне кажется, что сделано это с одной единственной целью, чтобы в школах усилили антимитинговую, скажем так, агитацию. В школах усилиться психоз, я скажу вам, вот что произойдет в школе. Мне так кажется, да. Ну, у нас тогда, ну, какие критерии-то все-таки оценки у нас? Ну, кого будут наказывать? Заместители, директоры по воспитательной работе? Заместители по воспитательной работе, классного руководителя, да. Или учители биологии? Нет, учителя общества знания еще могут наказать, потому что он плохо свой предмет донес. Ну, давайте накажем учителя ОБЖ, поскольку там требования безопасности в местах массового скопления людей тоже могут быть несоблюдены. Ну, не знаю, это... Ну, как вы считаете, вот это заявление Тимура Валиулина, оно произведет свой эффект на учителей? Уже даже без внесения изменений в законодательство? Просто одно заявление. Ну, мне кажется, у нас учителя и так уже нагружены огромным количеством и регламентов, и того, что они должны и не должны делать. Мне не кажется, что какой-то глобальный эффект в этой среде произведет. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области. Мы разворачиваемся сейчас в другую сторону, относительно другую, тоже в сторону детей, но по другому поводу мы сейчас будем беседовать. 211-101 номер телефона прямого эфира, вы можете участвовать в нашем интерактивном действии. И мы уже анонсировали вчера и в первом часе, что... О школьном питании мы будем говорить. Владимир Валерьевич, да, только что вернулся со слета, со съезда, как это называется, детских омбудсменов. Это заседание Президиума Координационного Совета. Это такая форма, это 16 уполномоченных всей страны, по два человека из каждого федерального округа. То есть были от ПФО, я и мой пермский коллега, мы сейчас являемся представителем, зампредседателя Координационного Совета уполномоченных всего округа. Вот такой формат, такой сжатый, позволяет обсудить проблемы достаточно полной и достаточно такое бурное обсуждение у нас было. То есть заседание Президиума Координационного Совета, еще раз повторюсь, в Москве по вопросам школьного питания и вообще питания детей в целом. Да, и мы просили в первом часе вас, родителей, и может быть, учителя, а может быть, и школьники, звонить в студию 211-101 и высказываться по поводу школьного питания. Устраивает оно вас? Нет. Чем питается ваш ребенок? Носит ли ланчбоксы? Достаточно ли оно горячее? Как вам вообще нравится меню и чего бы вам хотелось? Пожалуйста, 211-101. Так вот, о чем речь шла, о чем беседовали омбудсмены? Были ли какие-то жалобы и в чем они заключались? Ну, вообще, можно я вот уточнение внесу? Вообще, откуда тему возникла? То есть, почему вдруг решили на уровне России обсудить? Тема не вдруг. У нас есть количество обращений в каждом регионе по данному направлению относительно того или иного вопроса. Там подразделений вот этого вопроса несколько. Они очень разные. То есть, начиная от стоимости питания для льготных категорий и заканчивая специализированным питанием, питанием детей в детских домах, вопросом к поставщикам детского питания, вопросом питания в пришкольных участках. Ну, давайте вот как-то так по порядку. Ничего себе. Очень много, да. Тут, на самом деле, пунктов. Вплоть до картошки, которые дети сами могут выращивать. Да, и это, на самом деле, сейчас очень серьезный вопрос. Ну, давайте вот с этого начнем. Да, то есть, как раз ряд регионов, ну, в первую очередь, регионы, в которых вот эта культура пришкольных участков, огородничества, садоводства, она развита. Есть и существовали еще в старые добрые времена. Это Южный федеральный округ или я ошибаюсь? Нет, это как раз были, ну, в том числе и Пермский край, мы говорили, и у нас традиции были. Слушайте, до сих пор остается остовая теплица у наших школ. Юг, да. Смотрите, в десятые школы. Речь шла о том, что у нас, мы говорили всегда, что нужно детей приучать к труду, и у нас существовали и существуют там школьные бригады. У нас есть свои садовые, огородные участки практически у каждого детского дома, где ребята выращивают. Вот. И я помню, когда я начинал после института своей трудовой деятельности, я работал в химико-биологическом лицее, который тогда располагался в поселке Ганино. Сейчас на улице Возрождение. Вот тогда у нас тоже был пришкольный участок, и это позволяло существенно снижать стоимость питания для детей. Например, там для меня всегда был такой пример, там приезжали учителя, коллеги из других школ, там обмен опытом, да, они заходили в школьную столовую, говорили, ух ты. А чего такое у вас там было в школе? Ну, например, там салат из свеклы с чесноком, значит, стоил там несколько копеек, потому что платилось только за сметану. То есть ее нельзя было вырастить на пришкольном участке, а все остальное можно было. А свекла с чесноком росла? Да. Вот, и все остальные продукты, которые, соответственно, позволяли существенно экономить. И сейчас, ну, выезжая в районы области, да, то есть мы все время видим ребят, которые на пришкольном участке, они, во-первых, учатся выращивать овощи. У них этот пример, собственно говоря, и папы, и мамы виден каждый день, потому что у них есть свой участок, да, и для них это не кажется чем-то таким из ряда вон выходящим. Ну, и, собственно говоря, всегда это позволяло удешевлять школьное питание. Сейчас возникла очень серьезная проблема вот с чем. Требования к проведению экспертизы этой продукции, они являются точно такими же, как требования к продуктам, которые идут в школы, в детские сады и так далее. Соответственно, стоимость проведения экспертизы, там, вот этого ведра картошки, которая собрана с пришкольного участка, она точно столько же, сколько партий. Сколько партий, вот. И эти суммы, они совершенно неподъемные для отдельно взятой школы, детского сада, детского дома и так далее. В районах области? Да хоть в Кирове, да. То есть там, ну, понимаете, вот речь идет о том, что вот там выращивать-то можно, а кушать-то это нельзя. То есть без... Ну да и бог с ним, ну и пускай, пускай выращивают только для того, чтобы понять, как растет эта картошка, а закупают у поставщиков. Не, ну вопрос-то в том, что изначально, изначально-то ведь эта история, она затевалась именно как экономически выгодная. Ну, изначально речь и велась о том, что, ну, все-таки вот это свое, да, там, они научились, они гарантированно выросли. Поройти полный цикл, посадить, вырастить и съесть. Вырастили без нитратов и без всего, то есть там, все говорят, так у нас экологически чище некуда. Ну, вот так. Вот, и это проблема, и, ну, вот это один из вопросов, который обсуждался, и что с этим делать дальше, и, ну, проблема обозначалась. Второй... Простите, пожалуйста, а неужели нельзя как-то школы освободить от платы за исследование этой продукции? Вот мы сейчас, по итогам этого, у нас в течение недели будет сделан достаточно большой пакет документов, и вот соответствующие структуры федеральные, это будет направлено. То есть, возможно ли освободить, ну, в этой части, возможно ли освободить вообще там оплату, или компенсировать эту оплату, там, каким-то образом, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, никто из нас не говорит о том, что давайте, там, от экспертизы совсем, то есть, не будем проверять, это неправильно, да, то есть, все должно быть правильным. Ну, вами будут предложены механизмы. Да, да, да. Мы сейчас проверяемся буквально на полминуты и продолжим с детским омбудсменом Владимиром Шабардиным обсуждать тему организации питания детей в школах. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы говорим с детским омбудсменом Кировской области Валерием Шабардиным. Владимиром. Владимиром Шабардиным, Владимиром Валеричем Шабардиным. Володя, я помню. Спасибо. Я помню, как их зовут. Да, об организации питания детей в школах. Вот, может быть, первая часть о приусадебных участках и как все-таки сделать так, чтобы не нужно было выбрасывать выращенную детьми картошку, а можно было бы ее съесть, не вызывает такого активного интереса у наших слушателей, хотя я, как учитель биологии, конечно, протестую. Я вообще протестовала много раз здесь, в этом эфире, против того, что ликвидировали эти приусадебные участки в наших школах. Да, мне очень жалко смотреть на островы этих теплиц, которые сейчас остались. Вот у десятой школы каждый раз проезжаю, мне просто сердце кровью обливается. Я еще помню, что я, поработав в ВГГ, тогда 29-й школе учителем биологии, мы еще что-то там могли высаживать на небольшом приусадебном участке, а потом там коттедж вляпали, до сих пор там живет, там живут какие-то люди за забором, и как им не стыдно до сих пор жить на приусадебном участке в вашей школе, до сих пор, понимаешь. И там яблони росла, не теплица, там была яблони и грядки. И мы все это прекрасно помним, что уроки биологии там проводились, и мы здесь сделали эфир с вами, когда бурманистики говорили, что в Европе и в Америке, в западных странах развитых это вообще тренд, потому что люди забывают, как растет картошка на грядках многие, но это не для России, у нас-то у всех есть присоединенные участки. Не у всех. Ну не у всех, но вот горожанам напоминают, и наоборот возвращают эти вещи не только в школы, но и вообще в муниципалитеты выделяют такие участки, чтобы горожане понимали, как это растет и могли попробовать свои силы. Да мы тут с тобой недавно разговаривали с людьми, там будет профессия, люди, которые будут высаживать что-то на балконах и продавать. Это вот как бы отдельная тема, но, наверное, не такая животрепещущая для большинства родителей, учителей и детей. А вот что точно нас волнует, абсолютно точно, это чем и как кормят наших детей сейчас в школах, потому что мы, Владимир Валерьевич, следим за вашими публикациями в Фейсбуке и регулярно видим, как вы производите рейды и по школам. Мониторинг. Мониторинг, да, по столовым. И каждый раз практически, ну, наверное, вы выкладываете как раз нарушение, но мы видим, что есть просрок раз, да, непонятные поставки еды два. Мы знаем, что жалуются родители и дети, что питание холодное, даже если оно называется горячим в школах, да. И для меня, например, как для родителя вообще очень сложно себе представить, каким образом должна умудриться школа накормить ребенка, вот на те копейки, которые там, да, требуется заплатить. В соответствии с нашими требованиями, да, а еще если есть родители, которые вегетарианцы, там, например, и еще что-то, такие вещи тоже, ведь у кого-то есть дети с диагнозами, у которых должен быть специальный стол и прочее. Вот давайте начнем с горячего питания. Давайте. Значит, вот как раз речь у нас шла. И у многих регионов ведется, ну, вернее, статистика ведется у всех, процент обеспеченности горячим питанием в принципе. То есть первое, значит, нужно сказать о том, что вот то, о чем вы говорите, там, о качестве питания, значит, у нас горячее питание есть не у всех категорий школьников. То есть у кого-то коржики, получается, с чаем? Ну, вот горячее питание есть не у всех. Если, значит, у нас сейчас по Кировской области охват школьников горячим питанием составляет, по данным Роспотребнадзора, 91%. У нас начальные классы сейчас охвачены, слава богу, 100%, но при этом категории 5-11 классы 84,2% школьников обеспечены горячим питанием. То есть вот остальные там порядка 16% почти горячим питанием не обеспечены. А там как-то идет градация по возрасту детей все-таки вот средняя школа и старший класс? Ну, разбивку сделать сложно, там, если его нет, это горячее питание, там, в среднем, и в старшем. А что законодательство говорит? Ну, вообще, у нас горячее питание должно быть обеспечено везде. На 100%? Да, значит, у нас проблема в том, что, к сожалению, у нас есть здания там очень старые, и мы это видим, и пищеблоков, которые не соответствуют там вообще никаким требованиям, которые там просто опасны для того, чтобы просто там находиться, а не то, чтобы какую-то пищу там готовить. Поэтому есть задача довести вот обеспечение горячим питанием до 100%, конечно, у всех. Как это сделать, значит, ну, разные регионы решают по-разному. Где-то идет строительство пищеблоков, если это речь там о достаточно больших школах. Где-то ситуация, возможно, с технологиями, которые сейчас современные, которые позволяют привозить продукты питания в термосах таких промышленных. Ну, по факту у нас сейчас так. По проверкам Роспотребнадзора, я сейчас как бы дам их цифры, да, значит, в 16-17 году именно по этому вопросу было проведено 165 проверок. В основном не говорят о том, что идет невыполнение меню. То есть вот прописали, но не выполняет, собственно говоря, то, что прописано в меню. И нарушение санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоках. Хранение продуктов? Ну, это разные моменты. Это могут быть хранение продуктов. И, значит, по вопросу мытья посуды, товарное соседство и так далее, так далее. Там много разного. В результате 168 протоколов об устранении нарушений. За год? За год, да. Значит, что касается, Светлана, то, что вы видите у меня там в ленте, это, естественно, не каждый раз. То есть это такие моменты, когда выложили. И если, я говорил уже здесь, там, скажем, по итогам летней оздоровительной кампании, то, что мы проехали в том числе с вами, у нас там просрочка была в лагерях. В лагерях, да, ну я для примера там, да. То есть каждый четвертый лагерь у нас выдал просроченные продукты питания. Если говорить по районам, где мы ездим, то есть у нас не было пока исключения ни в одном из районов, где бы мы с чем-то не столкнулись. Либо с просроченным продуктами питания, либо с нарушением условий хранения питания. И мы регулярно направляем в это же управление Роспотребнадзора соответствующие документы с объяснительными, с фотографиями всех этих нарушений. И у нас бывают ситуации, когда, ну, допустим, была у нас ситуация в одном из районов, мы вместе с главой района ездили, еще до приезда в школу мы обсуждали, то есть каким образом организовано питание. Он сказал, что у нас аутсорсинг, у нас заключен договор с одним предпринимателем. У нас были к нему вопросы, но вот там юридически мы не можем как бы сделать. Мы готовы поменять, у нас есть два других претендента. И вот мы приехали туда, и вот такой там весь букет, который можно было там увидеть, мы там увидели просто. И это как раз дало там руководству района помощь, они сказали спасибо огромное там за, фактически там за поддержку, потому что они на следующий же день сменили этого поставщика. То есть там были такие неопровержимые, скажем так, уже моменты и вещи, да. Да, вот сложнее, когда этот поставщик является фактически единственным, как вот в одном из последних случаев, у меня там бурное обсуждение опять же в социальной сети шло по поводу того, что я укладывал, там фактически там единственные поставщики, как сделать так, чтобы заставить его работать, в том числе со стороны руководства школы. То есть иногда мы сталкиваемся с тем, что, видите, услуга, вот это направление, там не люблю слово услуга, направление питания школьников передано на аутсорсинг. То есть повара не в штате школы, значит, заключен договор с организацией, которая осуществляет там питание. То есть безвозвездное пользование передается там помещение оборудования, а дальше уже там все, чем занимается это вот предприятие общественное питание. И директор, собственно говоря, ну, есть такие люди, которые немножко там самоустраняются от этого. Хотя я говорю, вы понимаете, ведь эти люди находятся на вашей территории. Да, они вам не подчинены там, ну, трудовым договорам, там, значит, вы с ними не связаны и так далее. Но вместе с тем продукты питания на вашей территории находятся. Значит, ваши дети каждый день это кушают. Вот пойдемте вместе. И когда мы прошлись там по закромам Родины, как мы называем, то директор там и начальник управления образования, там, замглавы Родины, которые с нами были, они были там в легком шоке. Потому что там, ну, было все, что можно и все, что нельзя. Там помимо детских вещей еще какие-то там индивидуальные заказы выполнялись на сторону, то есть на базе школьной столовой. Значит, продукты питания уже приготовленные неизвестно какой даты. Вот там три тазика макарон, которые уже все слипли с собой. Не смогли даже то ли вчерашние, то ли позавчерашние, потому что там с меню все не в порядке. И вот я, собственно говоря, с директором, с управлением образования говорил. Вот сейчас, вот представляете, у нас статистики и данные идут ежедневно. У нас есть сводные такие, как бы, таблицы по всем регионам. Я каждый день читаю. Вот буквально позавчера у нас Бурятия опять всплыла. До этого были там Свердловская область. Спешки отравления. Да, да, то есть тут 20 детей, там 30, 40 и так далее. У нас, слава богу, в Кировской области за последние 4 года, как минимум, значит, не было случаев массового отравления детей в организациях образовательных по нулям. Я говорю, дальше-то что происходит, понимаете? Когда у нас, вот, я начинаю, знаете, уже переходить даже, вот, чтобы было доступнее, я говорю директору, вы понимаете, что лечь идет в том числе о вашей личной безопасности. Я говорю, ну, понимаете, вот когда, не дай бог, у вас там 20 детишек попадут с отравлением, да, значит, у нас будет везде звучать, что школа номер такая-то, такой-то район, там, Кировская область. Директор такая-то. И вот вопросы в том, что у вас там ваши, не ваши, аутсорсинг, не аутсорсинг, наверное, они будут там на втором плане, потому что вы, как руководитель, отвечаете там за все. И вот начинает задуматься. Тот же самый вопрос мы всегда задаем, когда у нас бывает такая вещь, как отсутствие суточных проб. Знаете, такой, каждый день должны браться суточные пробы для того, чтобы, значит, причем они должны храниться 48 часов, вот, приезжаем, там, суточные пробы отсутствуют вообще. Мы говорим, а вас там не смущает, как бы, вот, опять же, как руководители, если вы не заботитесь о детях, в первую очередь, там, о здоровье, да, опять же, о своей личной безопасности вы заботитесь? Она говорит, ну, то есть человек не очень понимает, я говорю, ну, теперь смотрите. Вот ваши дети ушли, там, на выходные. Они что-то купили в магазине, и сами, там, вдруг так случилось, что пять человек из одного класса, независимо, там, по разным причинам, они, вот, попали в инфекционку, да? А вы, как руководители, там, школы, чем вы будете доказывать свою невиновность в данном вопросе, о том, что школа не имеет к этому никакого отношения, они, там, дома чем-то, там, отравились? Ну, там, пожимает плечами, говорит, да, точно. То есть, вот, люди иногда не задумываются, там, просто, ну, во-первых, это элементарное соблюдение законодательства, да, и, значит, и, второе, все-таки, вот этот человеческий фактор, пресловутый, он всегда у нас присутствует некое, вот, такой, у нас был замечательный случай, вот, опять же, вот, последняя такая, когда много фотографий было, значит, там, там, замечательная фраза была, вот, за производством произведена, я 43 года вообще пить, и еще никто не отравился, все, то есть... Вот здесь нужно прерваться, у нас реклама на две минуты. Программа «Дневной разворот» продолжается, в студии по-прежнему Анна Лапшина, Светлана Занько и наш гость Владимир Шабардин, полномоченный по правам ребенка в Кировской области, мы говорим о детском питании, ну, вот, собственно, паузу взяли, да, на фразе про повара, который 43 года вообще пить, и никто не отравился. Ну, это вот одна составляющая, те продукты, которые, собственно говоря, там, на кухне, да, еще одна большая проблема, которая обсуждалась, это качество самих продуктов, которые поставляются к нам. Ну, приведу пример, значит, у нас сейчас, если брать, опять же, возвращаясь детским домам, школам-интернатам, социально-либинационным центрам и так далее, у нас продукты закупаются в рамках 44 ФВЗ, через торги и так далее, да. Централизованы? Ну, нет, каждый может торговаться, да, но при этом, значит, торги выигрывает, как правило, тот поставщик, который предлагает меньшую цену. Вот у нас была ситуация по сливочному маслу. Значит, нижегородский поставщик ИП, и, причем, само учреждение нам сказал, Владимир Ильич, нам нужно помочь, потому что вот это масло на сковородке, оно расслаивается, то есть это там не то. Мы отправили на экспертизу Роспотребнадзор, где мы подтвердили, что там в составе пальмовое масло, которого там быть, в принципе, не должно было бы. Вот при этом поставщик торговался на уровне примерно там 150-160 рублей за килограмм вот этого разрезного сливочного масла. Все наши производители говорят, что оно не может быть дешевле там 300-350 рублей за килограмм. Мы знаем, сколько пачка масла, настоящего масла сливочного стоит у нас здесь. При этом на этапе вот этих торгов нельзя его снять за то, что он ставит вот такую цену, заведомо зная, что такого сливочного масла не бывает. Может, у него благотворитель есть, который будет половину оплачивать? Может быть, но так не случилось. В результате там всю партию очень быстро сняли с реализации. Но возникает несколько проблем. Значит, ну вот этого производителя включили в реестр недопоставительных поставщиков. Буквально через два месяца мы видим, этикетка она очень такая запоминающаяся, видим точно такую же этикетку абсолютно, в которой ИП там Иванов заменен на ИП Сидоров и юридический адрес регистрации там через два дома от того, который был там. Или в соседнем кабинете. Или в соседнем кабинете, да. И опять, то есть это второй круг, может быть, третий, четвертый, пятый и так далее. Что делать вот в этой ситуации с такими поставщиками? Ну, на наш взгляд, мы обсуждали это, опять же, моё было предложение. Значит, за фальсификат в детских учреждениях нужно предусматривать гораздо более строгое и жёсткое наказание. Одно дело, когда ведётся речь о, ну, допустим, о несоблюдении, ну, знаете, вот, ну, такой пример приведу, там, вот молоко такой-то жирности, да. То есть оно, вот партия пошла, и там, ну, небольшие колебания, да. То есть это незаведомый подлог. Это вот, это с одной стороны. С другой стороны, когда заведомо вместо продукта одного идёт поставка другого продукта, вот, ну, в частности, вот такого с пальным маслом. Я считаю, что в этой ситуации должны меры, там, очень жёсткие предприниматься. К поставщику? К поставщику, да. Для того, чтобы, ну, людям было невыгодно, там, вот, зарабатывать какие-то средства именно на тех категориях детей, особенно, там, детей-сирот, детей-старших, без попечения родителей, да. Для детей в трудной ситуации, это, ну, во-первых, это, ну, просто не по-человечески, да. Во-вторых, это, естественно, ну, и в первую очередь, наверное, небезопасно для здоровья детей. У нас много говорилось о том, что в ряде регионов очень много торгов выигрывается представителям других регионов. В частности, нам приводил пример Приморский край, а вы можете представить, ну, это Владивосток, да, там, Камчатка. О том, что выигрывают поставщики, допустим, молока из Московской области. Как они будут его доставлять туда? Ну, вот так вот. Идет, ну, соответственно, там пакетированное молоко, и идет такого качества, которое... Хранится долго. Которое долго хранится, и которое, ну, вот, совсем другого качества. Хотя есть там и местные производители уже неплохие. Приводился опыт, ну, вот я сейчас очень хочу внимательно посмотреть на опыт соседей из Татарстана и спросить, как у них. Но приводился опыт их, что у них очень идет серьезная защита местных поставщиков, именно продуктов для вот подобных учреждений, там, именно местных. А как они это сделали? И прокуратура у них не нашла нарушений в ограничении там конкуренции или еще чего-то, там, ФАС. Вот, но поскольку этот вопрос у нас позавчера только был, я вот сейчас очень с коллегами из Татарстана внимательно, ну, посмотрю, как у них... Как они это сделали? Ну, хорошо это или плохо? То есть, ну, в частности, молочка, мы все знаем, что у нас есть своя, хорошая, прекрасная. Поставщик у нас не один, а выбор достаточно сейчас. Поэтому, и, наверное, качество мы можем все-таки проверить здесь лучше. Вот, и еще один момент, это, с которого мы там вначале упоминали, но на самом деле это был вопрос, который затронул самую большую часть нашего обсуждения. Это вопрос организации питания детей, страдающих различными заболеваниями. Сейчас очень многие дети имеют заболевания или имеют какие-то ограничения, рекомендации по питанию. И, к сожалению, в очень многих регионах система организации питания таких детей, она не налажена совсем. А в Кировской области как? Ну, я могу здесь судить не только как уполномоченный, но и как отец. Как родитель. Как родитель, да. У нас у сына, у младшего есть ограничения по питанию. Вот, и мы сами все это проходили. Поэтому и у коллег уполномоченных тоже есть такие же ситуации. Поэтому мы как родители это видим. И сейчас существенно увеличилось количество детей, которые имеют такое заболевание, как целиакия. Это непереносимость глютена. Или ограничения, которые связаны как раз с безглютеновыми продуктами. Наоборот, с их применением. То есть это все мучное. Соответственно, сейчас можете видеть, в магазинах появляются рисовые макароны, например, лечневые макароны и так далее. Но, во-первых, линейка этих продуктов у нас в стране, по моему мнению, не создана. И вот я говорил о том, как раз внес предложение о том, что нужно разрабатывать свои линейки продуктов по определенным заболеваниям детей. А то, что есть, очень дорогое. То, что есть, очень дорогое. Вот я об этом хотел сказать. То, что если мы возьмем европейские страны, например, Франция, Италия и другие страны, то у нас в свое время друзья привозили, когда еще там курса вот такого не было скачка, курса доллара-евро, макароны, которые стоили ровно столько же, как обычные макароны в магазине. У нас эта разница там очень существенная. Если мы возьмем там смесь для выпечки, например, хлеба, да, итальянская, то она стоит порядка там 360-400 рублей за килограмм. Безглютеновая. Безглютеновая, да. То, что производится у нас сейчас, пока не соответствует вот тем, скажем так, требованиям, которые соответствуют импортной, потому что вот хлеб, который выпекается из нашей буки, он просто не поднимается. Поэтому родители вынуждены смешивать, то есть... У нас в собственном опыте это все приходили. Да, 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 да. При этом к нам обращаются, к нам приходят люди с подобными вещами. То есть у кого-то аллергия там, у кого-то нужна безбелковая диета, кому-то безглютеновая, у кого-то фенилкетонурия. Значит, это все ограничение по питанию. При этом есть родители, которые готовы, ну, допустим, вот если детский сад, например, не может обеспечить продуктами, говорят, мы готовы принести свои продукты. Мы купим сами вот эти, не знаю, там... Макароны. Макароны, значит, специальные, да, в упаковке. Мы возьмем соответствующие сертификаты, мы их принесем. Да, но тут же вот действительно, если в школу можно собрать ланчбок с собой ребенку, то в садике не соберешь, да. В садике нет. То есть вот те требования, которые сейчас существуют, да, то там не каждый директор детского сада пойдет на нарушение или на договоренности с представителем Роспотребнадзора у себя вот здесь, значит, с тем, чтобы... А вы знаете, мы будем варить там в отдельной кастрюльке вот отдельно вот это. У вас есть меню утвержденное вот такое, вы должны делать то-то, то-то, то-то и то-то, то-то. То есть мы сталкиваемся с несовершенствованной все-таки законодательной базой, с кучей нормативки, при которой организовать вот питание детей с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, ну, практически там невозможно. У нас остается просто 30 секунд до завершения программы. Как эти дети, мне интересуют, в садиках питаются под страхом и риском ответственности директора до сих пор? А вы предлагаете что? Мы предлагаем все-таки найти путь решения этих вопросов. У нас есть ряд регионов, которые это решают, но на таком, на местном уровне и на каком-то локальном. То есть все-таки сделать так, чтобы это все было рекламентировано. И вот никаких вопросов ни у директора детского сада, ни у управления образованием, ни у управления Роспотребнадзора, ни у других контролирующих органов не возникало. Чтобы это была такая бумажка, да, как говорилось? Да, которая предусматривала интересы каждого ребенка. Ну и последний вопрос, 5 секунд, которые я поднимал, это вопрос, когда взимаются проценты за пользование электронными картами при питании. Так. Вот поднял, сейчас мы изучаем опыт других регионов. А есть где-то, где не взимается? Есть где-то, где не взимается, есть где-то, где меньше. А у нас какой процент взимается? У нас сейчас 4%, по данным, сейчас нами направлены материалы в прокуратуру, ответ пока нами не получили. И самое последнее, вот вы сейчас составите свои рекомендации, в какие сроки по рекомендациям этим вы ожидаете ответа? Ну, если это федеральный уровень, то мы не можем как бы... Вообще? Вообще диктовать. Ну, это там, нет, есть моменты, которые, я думаю, что они близки уже к решению, вот из этих 7 пунктов, в частности, по питанию специализированному. А есть вещи, которые, программы, например, по разработке продуктов, да, линейки продуктов, они, мне кажется, более долгосрочные. Спасибо большое. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, был у нас в студии. Дневной разворот завершен. Анна Лапшина, Светлана Занькова. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова